Курилы – это целая цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо. Всего их 56 и лишь 4 имеют постоянное население – Кунаширши, Катан, Итруб и Хабамайи. Именно их Советский Союз присоединил к своим территориям после Второй мировой войны. По сути, это была аннексия территорий с последующим выселением коренного населения – японцев. С точки зрения международного права, это можно проводить аналогии с незаконной аннексией Крыма в 2014 году. Япония, кстати, была едва ли не первой страной, которая отреагировала на незаконную аннексию России в 2014 году. Она внесла изменения в свою так называемую Конституцию, Белую книгу. Мирное соглашение по спорным территориям за долгие годы таки не было подписано, хотя переговоры на эту тему были. За последние годы вооруженные силы РФ заметно укрепились на островах Курильской гряды. В частности, на Итурупе функционирует и аэродром, способный принимать любые военные самолеты. На Матуа развернуты береговые ракетные комплексы «Бастион». Многие правительства Японии вели переговоры с Россией. Были определенные, достигнуты успехи в этих переговорах. Считалось и рассматривалось возможностью, фигурировали такие новости, слухи о том, что готовится этот мирный договор. И часть этих незаконно аннексированных островов Россия передаст Японии. Новое обострение отношений началось после полномасштабного вторжения России в Украину. Япония, как и многие другие страны, ввела несколько пакетов санкций против РФ. Они затронули свыше ста человек из руководства России. В список запрещенных к экспорту продукции и технологий вошли 300 наименований. Япония заморозила и активы восьми российских банков. В ответ на это Москва приостановила переговоры о заключении мирного договора. На что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, конечно, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации. В подтверждении, Россия объявила о проведении на Курилах учений с привлечением более трёх тысяч военнослужащих. Задействовали несколько сотен единиц боевой и специальной техники. Батарея! Залпом! Триста! Тридцать! Это было месяц назад. А уже на прошлой неделе в Японии изменили риторику в отношении Курильских островов. Впервые за почти 20 лет в обновлённой версии «Синей книги дипломатии» Министерства иностранных дел Японии их назвали «незаконно оккупированной территорией». Ранее формулировка звучала как «принадлежащие Японии». Разъяснена принципиальная позиция Японии о том, что северные территории являются территорией, принадлежащей Японии, но в настоящее время незаконно оккупированной Россией. Йосимаса Хаяси – министр иностранных дел Японии. Такие заявления в Совете Федерации РФ назвали реваншистскими. Это возмутительное заявление, которое напоминает политическое хулиганство, словесный бандитизм. Без последствий для атмосферы отношений между РФ и Японией это не пройдёт. Из интервью ТАСС. Россия в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, заявили в РФ. Постараются запустить там круизные суда, а потом построить новые инвестиционные проекты и дальше жить и работать, исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ. Реакции от Японии пока нет, но это лишь вопрос времени. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.